Вячеслав, вы гений аналитики, вам равных просто нет. Вы знаете, Игорь Смирнов, что я вам скажу. Вот на сегодняшний день, вы, может быть, даже и правы, хотя я с этим не согласен, потому что мы видим такую аналитику только через YouTube, да. А реальная аналитическая работа, которая под ковер очень часто проводится, и вы ее не видите, поэтому я не могу вам ничего сказать. Но я скажу, что в ближайшее время, сегодня пройдет совсем чуть-чуть, несколько лет, появится аналитик, который заткнет за пояс всех, да. Как помните, Иоанн Креститель сказал, да, я крещу вас водой, а тот, кто идет за мной, будет крестить вас огнем и святым духом, и сказал, что он лучше меня. Так вот тот аналитик, который придет, он будет гораздо лучше меня, это искусственный интеллект. Поверьте, совсем чуть-чуть время пройдет, и это будет супераналитик. Это будет монстр просто. И никто, ни один человек не сможет с ним конкурировать. И это будет страшно. Вячеслав, а в чем кардинальное отличие искусственного интеллекта и интеллект человека, только ли в болевом аспекте? Конечно, нет. Первое отличие, и самое главное, которое никогда, и помните фантастов соответствующих, с которым человек никогда не может смириться, искусственный интеллект бессмертен. И в этом весь ужас. Человек набирается, набирается ума, раз бы кончился, следующий вы подносите, следующий будет набираться. А это нет. Кроме всего прочего, он постоянно учится, и у него, собственно, алгоритм его так и устроен, что постоянное обучение, а, соответственно, мультипликация идет. Ну, можно съесть и расписать по пунктам. Я думаю, что какие-то есть, которые, может быть, я сейчас забыл, не вижу, и так далее, какие-то различия. А и мы говорили о различиях между человеком и искусственным интеллектом. Ну, сейчас что-то на этом неохота говорить, честно. Дальше там много интересного. Давайте как-нибудь выделим время и поразмышляем на эту тему, на тему разницы между человеческим интеллектом и искусственным. Вячеслав, искусственный интеллект можно отключить в любой момент, и все кино не будет. А вот это большое заблуждение. Искусственный интеллект, на то он и искусственный интеллект, что он будет интегрирован везде, и отключить его будет очень сложно, особенно когда он окажется на автономных носителях. А таких носителей будет очень много. Он самообучающийся, саморазвивающийся, и, конечно же, он будет сам себя защищать. Человеческие с чувствами, а искусственный интеллект нет. Ну, и человеческие, надо бывает абсолютно бесчувственные. То есть, холодные психопаты, где у них чувства? И не факт, что у искусственного интеллекта не появятся чувства через некоторое время. Вячеслав, когда суперский искусственный интеллект появится, то эти обезьяны начнут его бутылорить, и нам тогда мир не спаси. Так и есть. Да, ну, помните, давным-давно я еще сказал, и это так, что Бог создал человека, и теперь человек должен создать Бога. Классика у него задача. Пожалуйста. Если он захочет из себя создать Бога, может попробовать, тогда он спасется. А если из искусственного интеллекта, тогда нет спасения. Может, искусственный интеллект – это и есть антихрист? Хорошие мысли вы высказываете. Искусственный интеллект заменит человека, как когда-то человек заменил неандертальца. Ну да, то есть считается, что первый известный геноцид в мире – это уничтожение карманьонцами-неандертальцев, полное уничтожение. Их уничтожали не потому, что они, там, не знаю, воевали с карманьонцами, а не потому, что они там на что-то претендовали, а потому что они были другими. Поэтому их уничтожили. Поэтому мы можем считать, что это первый геноцид. Инициатор. По всей видимости, сия смена общественно-экономической информации примечательнее только к замещениям средств производства, финансовой системы, правящей классной прямой зависимости этого от вычислительной мощности. Вычислительной мощности есть основной ресурс, товар, эквивалент киберализму. Ну, нет, ну, конечно же, нет. Почему здесь вычислительная мощность, да? То есть, представь себе, то есть, как это работает? Есть производительные силы, в этих производительных, ну, то есть, то, что производит товар, да? В этих производительных силах основной элемент был человек. Сейчас основной элемент робот, компьютер и так далее. Вычислительной мощности в данном смысле не имеет такого решающего значения, да? Почему? Ну, они увеличивают производительность труда, этого становится больше и так далее, но не решают все вопросы. То есть, в будущем, возможно, то, что вы имеете в виду под вычислительными мощностями, это сила искусственного интеллекта, да, в конечном итоге это будет доминировать, безусловно доминировать. Но сейчас при смене одной информации приходит другой, основной не это. Основной классический вариант, да, вот производительные силы, они изменятся. Вот меняются производственные отношения. То есть, по случаю производства, перемещения, присвоения, распределения материальных благ. Ну, и все, вся система меняется из-за этого. Это так. А вычислительные мощности это относится к развитию уже эпохи, которая началась. То есть, эта эпоха, сейчас она в зачаточной стадии, потом она будет усиливаться. За счет чего? Вот как раз за счет того, о чем вы говорите. Продолжение следует...